Здравствуйте! Особые мнения на Первом Тульском. Я Сергей Зверев. Сегодня мы продолжим тему капитального ремонта. Вообще, это тема сквозная на многие годы вперед. И о том, как программа реализовывалась в 2016 году, что она ждет в 2017 году и ближайшие годы, мы сегодня поговорим с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Леонорой Шевченко. Леонор Викторович, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Для программы капитального ремонта, вот зимний период, этот период подготовительный и более-менее спокойный, или он столь же напряжен, как и летний период, когда идут активные работы? Вот в чем программа капремонта в зимний и осенний период заключается? Ну, действительно, Сергей, вы абсолютно правильно поставили вопрос. Работы по капитальному ремонту в большей степени ориентированы на сезонный характер. Это фактически окончание отопительного сезона, опять-таки, и фактически до конца ноября, как таковым. Но вместе с тем, соответственно, технологии в зимний период позволяют нам делать, соответственно, электрику на квартирных домах. Как ни странно может казаться жителям кровли, которые являются скатными, как таковыми. Это вот те виды работ, которые, собственно говоря, производятся в период такого, так сказать, зимнего варианта. Но вместе с тем, опять-таки, чтобы не тревожить людей, хотя бы могли бы делать систему водоснабжения, водоотведения, мы предпочитаем работать данными системы, в том числе после окончания отопительного сезона, чтобы, соответственно, люди могли четко понимать, что если к ним заходит капитальный ремонт, то делаются различные системы водоснабжения, водоотведения, отопления, то одномоментно. Раз уж стройка, да, то по всем направлениям. Да, то, что если устроить, то строить по направлениям. А не, соответственно, сначала в январе сделать систему водоснабжения, а в апреле председать систему отопления. Угу. Программа 2016 года, когда завершена будет по плану? Вот то, что запланировано на 2016 год, сейчас, как я понимаю, последние этапы доделываются. Когда можем поставить, будет точка? Да, абсолютно. У нас на начало недели было принято порядка 76,4% работ, которые мы должны были сделать по этапу 2016 года, и мы стремимся завершить их именно в этом году, потому что считаем, что, в принципе, уже программа набрала, обороты, мы многому научились, в том числе и с помощью наших уважаемых собственников, как работать с ними, что они требуют от подрядчиков, научились работать с подрядчиками, соответственно, уже отсеяли пул подрядчикам, которые, на наш взгляд, являются недобросовестными, как таковыми. Поэтому программа 2016 года, она сейчас имеет уже, конечно, завершающие штрихи. В большей степени жители ждут еще окончания ремонта по системе электроснабжения, электроснабжения, соответственно, которые проводятся уже внутри дома, заканчиваются при температурном необходимом режиме, это ремонты фасады, как таковые. Ну и кое-где у нас завершаются кровли. Системы водоснабжения, водоотведения, отопления завершены у нас, и кровель в большей степени завершены у нас в полном объеме. Вот этот год, он был по сравнению с 2014-2015, количество домов многоквартирных приближается к тысяче, чего в предыдущие годы не было, вот такой лавинообразный рост объемов. В ближайшие годы вот эта цифра, наверное, сохранится, роста количества уже не будет, и в среднем тысяч, чуть меньше, может быть, многоквартирных домов в год будет ремонтироваться. Так ли это? Да, абсолютно правильно вы размышляете, Сергей. На самом деле мы понимаем ответственность перед собственниками помещений многоквартирных домах. Мы четко настроены выполнять программу до конца, чтобы жители понимали, что взносы на капитальный ремонт, который они даже платят сейчас, будут потрачены в том числе и на ремонт многоквартирного дома, который стоит чуть позже в программе, бесспорно. Но для того, чтобы мы действительно исполнили программу до 2043 года, 10 тысяч, там, 500 слишком у нас домов, нам необходимо ремонтировать порядка 900 тысяч многоквартирных домов в год. Или, если брать в условных единицах, мы в большей степени принято считать по видам работ, это ориентировочно 1900-2000 видов работ на многоквартирных домах. Вид работ – это что такое? Вид работ – это кровля, это фасад, это водоснабжение, это водоотведение, это отопление. То есть по виду конструктива многоквартирного дома. Потому что, да, наверное, действительно не совсем корректно считать, например, кровлю двухэтажного здания и кровлю девятиэтажного здания, двухподъездного, например, по площади примерно одно и то же, но количество людей, проживающих в многоквартирных домах, в одной девятиэтажке в разы больше, чем в одном небольшом доме. Бесспорно. Плюс к тому же мы еще стремимся охватить как можно больше, соответственно, многоквартирных домов. Почему? Чтобы люди понимали. Потому что, когда они платят взносы, конечно, хотелось бы, чтобы капремонт дошел до них. Вот. Поэтому та тенденция в 2014 году, по программе 2014 года, когда не использовались деньги собственников многоквартирных домов, а был так называемый старт господдержки, использовались исключительно деньги бюджета Тульской области, исключительно деньги фонда содействия реформирования ЖКХ, были сделаны комплексные виды ремонтных работ, но на домах, которые попали в 2014 году. А вот уже когда мы выполняем программные мероприятия за деньги собственников, это начиная с этапа 2015 года, мы, конечно, стараемся как можно больше охватить многоквартирных домов, чтобы также собственники почувствовали, что эта программа является в действии, в том числе и на их многоквартирном доме. И на некоторых домах вот эти виды работ тоже не сконцентрированы в одном временном периоде, да? То есть есть возможность, выполняются там, в первую очередь, 2-3 вида, и в течение 3-6 лет еще 2-3 вида. Да, конечно. Значит, на сегодняшний момент мы актуализировали программу капитального ремонта, ее можно увидеть в открытых источниках, где, соответственно, собственники помещения многоквартирных домов могут увидеть по периодам, когда у них будет сделан тот или иной конструктивный элемент многоквартирного дома. А уже тогда на основании обследования, на основании, соответственно, предложений органов местного самоправления, которые активно у нас участвуют в мониторинге, когда мы формируем краткосрочную программу и, выбирая с 3-х лет их там, более подробно, исходя из уровня собираемости и взносов на капитальный ремонт, что предусмотрено законодательством, формируются предложения по конкретным видам работ. Конечно, наиболее первоочередным характером для данного многоквартирного дома, который попал в этот период времени. Появление графы платы за капремонт в платежках, ну, понятно, как новая графа, достаточно болезненно людьми воспринималась. Ну, сейчас, в общем-то, не слышно таких массовых разговоров протестных, так скажем, все понимают, на что тратятся деньги. Тем не менее, осталось ли еще какое-то непонимание? Особенно, мне кажется, это касается людей, которые видят свой дом в программе капремонта, там, 2030 какой-нибудь, 40 какой-нибудь год. И, ну, их тоже можно понять. Год 2016, мы будем платить 20, там, 25 лет. Что будет через 20 лет, мы не понимаем. Сталкиваетесь ли вы с такой позицией? Как работаете с собственниками? И вообще, насколько актуальна вот эта проблема для вас на данный момент? Ну, вы знаете, Сергей, вот пользуясь случаем, что я вот очередной раз, да, общаюсь посредством там средств массовой информации, с вами беседую. Мне хотелось бы, прежде всего, поблагодарить собственникам многоквартирных домов, потому что, на самом деле, уровень сборов, соответственно, взноса на капитальный ремонт у нас в Туле очень высокий, в Тульской области. Выше 90 процентов? Выше 90 процентов, когда средний российский считается 80,6. Конечно же, бесспорно, мы понимаем, что это, собственно говоря, поддержка программы капитального ремонта, и, соответственно, на фонде капитального ремонта лежит огромная ответственность оправдать вот это доверие и, соответственно, действительно показать своими действиями, силами подрядных организаций, что действительно деньги потрачены не напрасно. Это вот первый постулат, который бы мне хотелось бы донести для наших уважаемых Туликов. Второй постулат мы, конечно же, не скрываем. Мы в каждых разъяснительных комментариях, мы очень проводим много выездных сессий, семинаров, встречаются и сотрудники фонда капитального ремонта, и, соответственно, нас поддерживают общественные организации, Народный ЖКХ, Контроль, Тульское общество по защите прав потребителей и так далее и тому подобное, которые мы бесспорно разъясняем, что если ваш дом, вследствие того, что он является по вводу в эксплуатацию или по мере проведения капитального ремонта уже были проведены работы, стоит в программе на более поздний срок, то мы, конечно, ориентируем собственников использовать вид накопления на капремонт. Это специальный счет. У нас достаточно активные собственники, порядка у нас 12% собственников многоквартирных домов перешли на специальный счет. По вашим оценкам, это, ну, как сказать, это много? Да, это много. Это 25% вообще площади программы капитального ремонта, которая подлежит. Что это дает, опять-таки, для собственников? Это дает для собственников использовать действительно деньги, которые являются обязательными взносами на капремонт, не ожидая срока в реализации капитального ремонта, предусмотренной программой. Ну, грубо говоря, набрали мы миллион, сделали систему электрики, да, в большей степени, которая влияет на безопасность. Набрали еще 2 миллиона, сделали 1 лифт. Набрали сколько-то там еще процентов, заменили окна в подъездах, да. Это все доступно, это все работает. Самое главное, что в фонде капитального ремонта, соответственно, они также могут прийти и проконсультироваться. Как лучше отобрать подрядчика? На сайте фонда размещены, соответственно, контакты подрядных организаций, которые мы считаем являются надежными партнерами в программе капитального ремонта. Мы поясняем, как взаимодействовать с банками. То есть мы не бросаем таких собственников, а действительно методологически их ведем, чтобы они прошли первый путь там ремонта, да, а затем уже самостоятельно отпускаем их в свободное плавание. Раз уж в таких домах ремонт делается, ну вот, за свои живые деньги, имеют ли большее право голоса при выборе подрядчика вот подобные многоквартирные дома? Кроме того, что они могут использовать свои деньги в любой момент по мере их накопления, что еще, какие плюсы вот такой способ накопления дает? Способ накопления дает как и плюс, так и ответственность. На ваш вопрос я могу сказать, что здесь собственники самостоятельно выбирают подрядчика. Соответственно, это может быть и управляющая компания, которую жители считают надежной, которая знает хорошо данный многоквартирный дом. Часто жителями используется данная практика. Вот у нас в Донском муниципальном образовании, соответственно, программа капитального ремонта в большей степени выполняется силами управляющих компаний. И жители действительно довольны. Жители, соответственно, мы слышим положительные отклики от деятельности. Ну, вы знаете, это получается действительно хорошим таким примером. Да, и подрядчик вроде бы не кот в мешке, да, который пришел там по конкурсу. Да, и сама управляющая компания заинтересована провести качественный капитальный ремонт, потому что в перспективе она предполагает дальше и, соответственно, обслуживать данный многоквартирный дом. Поэтому здесь вот такой вот тандем складывается достаточно положительно. Поэтому из плюсов, да, бесспорно, мы не ждем, когда у нас по закону нам сделают капитальный ремонт. По мере накопления мы быстрее тратим денежные средства, но тут и ответственность выбора подрядчика, принятия работ, это ложится исключительно на плечи, соответственно, данных собственников многоквартирных домов. То есть уже работы по домам с спецсчетом уже проводятся? Да, у нас такие есть примеры. Действительно, жители идут поэтапно. Кто-то делает систему доснабжения, кто-то, соответственно, вставляет окна, соответственно, в подъездах, чтобы сделать свою жизнь более комфортной и приятной. Такие примеры есть, достаточно успешно. Еще раз подчеркиваю, мы собственников здесь также поддерживаем, не бросаем и методологически сопровождаем, особенно если для них это впервые. Предлагаю сделать короткий перерыв. Мы вернемся в эфир программы «Особое мнение» буквально через минуту. Продолжаем «Особое мнение». На Первом Тульском у нас в гостях министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко мы говорим о реализации программы капитального ремонта жилых многоквартирных домов и финансовой составляющей. Мы уже сказали о наличии спецсчета у ряда собственников. Но большинство, конечно, это аккумуляции денег у регионального оператора. И до конца этого года, пока сохраняется цифра, вот с 1 января 2017 года, цифра в платежках изменится. Плата за капремонт повысится. Мера, конечно же, непопулярная. Тут все понятно. По каким причинам повышается плата? Как обосновывается повышение именно такое? Предысторию расскажите нам, пожалуйста. В соответствии с законодательством, действительно, с 1 января 2017 года установлен новый размер взноса на капитальный ремонт. Сразу же хочу сказать, что это первое повышение для собственников помещения многоквартирных домов на территории Тульской области. В других субъектах Российской Федерации это будет вторым или третьим повышение. Мы считали сначала необходимым доказать собственникам многоквартирных домов, что программа действует. И мне кажется, что вот реализация этапа 2015 года, завершение этапа 2016 года, соответственно, сложившиеся партнерские отношения с собственниками многоквартирных домов позволят нам уже вступить с ними в диалог и, соответственно, доказать о том, что программа капитального ремонта является в действии, но все меняется, жизнь течет, в том числе, соответственно, меняются прежде всего и цены на строительные материалы. Прежде всего, конечно, это металл, который мы используем на кровлю, соответственно, это пластик, который мы используем при смене системы водоснабжения, водоотведения, естественно, цены 2014 года, которые у нас формировались, прогнозные для программы 2014 года, в 2017 году, как уже все понимают, являются неактуальными. Поэтому это основной вопрос. Мы достаточно честны здесь с собственниками многоквартирных домов. Для того, чтобы нам провести ремонт многоквартирных домов, там у нас в следующем программе 942 дома, порядка тоже 2000 видов работ, то есть достаточно тоже широкий охват собственников помещений многоквартирных домов, необходимо повышение взноса, чтобы оставить на том же качественном уровне, а не снижать, во-первых, количество домов, которые стоят в программе капитального ремонта, не растягивать эту программу до 2050 года как такового, а именно действительно идти в том темпе, который для себя честно выбрала Тульская область. Поэтому прежде всего это экономически обоснованная ситуация. И еще тут, наверное, надо отметить, что в большей степени дифференцирована плата. Если раньше у нас было до и больше пяти этажей, это сейчас четыре цифры. Да, Сергей, абсолютно верно. Второй момент – это дифференциация. Прежде всего, здесь мы опять-таки достаточно подходим открыто. Дело в том, что в первые, конечно же, две-трехлетки попали дома – это двухэтажки. И фактически, вот еще трехлеткой, мы будем завершать ремонтные работы на двухэтажных домах. Конечно, мы уже знаем реальную экономику этих многоквартирных домов, сколько нам обошелся капитальный ремонт и сколько собственники многоквартирных домов должны, соответственно, выплачивать эти взносы на капитальных ремонт, чтобы вернуть данные денежные средства в котел для дальнейшего ремонта многоквартирных домов. Но на сегодняшний момент цифра, которую мы установили, 7,50, является обоснованной на самом деле. Поэтому здесь уже для двухэтажных домов, почему мы выделили в отдельную категорию, в большей степени срабатывает принцип возвратности, предусмотренный жилищным кодексом. Для пятиэтажных домов и, соответственно, для других категорий мы подошли также стандартно. Также мы ремонтируем пятиэтажки, мы также понимаем экономику. Девятиэтажки мы смотрим, как ремонтируют другие субъекты Российской Федерации, с учетом того, что мы будем готовиться, конечно, к ремонту лифтового хозяйства, как такового, и объекты культурного наследия. Хотя их в общей площади фонда капитального ремонта, которые подлежат ремонтированию, составляют 0,27%. Но тем не менее, там сертифицированные организации должны быть. Абсолютно верно, да. Потому что, на самом деле, во-первых, это разработка определенной документации, ее согласование. Это определенные затраты на согласование. Отличное от согласования проектной документации с фонда капитального ремонта. И, соответственно, лицензируемая организация, которая необходима работать именно на данных объектах культурного наследия. И как раз-таки эти объекты культурного наследия, мы также понимаем, что они попадают в первые трехлетки. Поэтому для жителей таких многоквартирных домов установлен взнос 8 рублей с квадратного метра. Ну, еще раз напомним, 7,5 рублей – это одно и двухэтажные дома, от трех до пяти – 6,8 рублей. То есть, это наименьшая сумма. И 7,8 для домов большей этажности. Если сравнивать с другими регионами, вы уже говорили, что там где-то два, где-то три раза уже поднимали. Да, два-три раза. Мы, на самом деле, даже при сегодняшнем повышении, в сравнении с сегодняшней ситуацией, взносом на капитальный ремонт, мы находимся в середине сегодняшней ситуации. И, конечно же, мне еще хотелось бы отметить, что основное повышение, конечно, это общая площадь в составе ремонтируемой площади, это площадь пятиэтажек. Это в основное повышение 6,80 рублей. Вы знаете, Сергей, у нас есть стандартизированная квартира, которую мы считаем в Тульской области, принятая для расчета, на которой всегда принимаю решение об введении нормативов, определенных тарифов, то, как и здесь, плата на капитальный ремонт. У нас там для Тульской области это двухкомнатная квартира, 44 квадратных метра. Вот на примере данной стандартизированной квартиры объем взнос на капитальный ремонт повысится на 79 рублей в месяц. Собственно говоря, независимо от того, сколько людей проживает в данном квартире. Ну, это где-то 15-20%, наверное, если по платежу смотреть. В общем платеже, если рассматривать в общем платеже, то это будет раствориться, потому что взнос на капитальном ремонте... И еще, конечно, пользуясь случаем, мне хотелось бы напомнить о мерах государственной поддержки, которые предусмотрены и федеральным законодательством, и законодательством Тульской области. Мне хотелось бы напомнить, что конкретно у нас освобождаются льготы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на капремонт. Это одинокопроживающие пенсионеры старше 80 лет, герои Советского Союза, ветераны труда. 32 льготные категории, которые 50% субсидируются в полном объеме взноса с жилищно-коммунальные услуги, куда также подпадают и взносы на капитальный ремонт. И, конечно же, мы не забываем о стандарте максимально допустимой доли платы граждан в совокупном доходе. Мы также уже установили на следующий год. То есть, если жители... У нас федеральный стандарт принят, что если доход на одинокопроживающего человека, ну или, соответственно, начином 7,5 тысяч рублей, то, соответственно, плата за жилищно-коммунальные услуги не должна превышать 22%. В противном случае дальше идет определенное субсидирование. Об этом надо помнить жителям. Я напоминаю, чтобы они пользовались такими возможностями и льготами. В общем-то, проанализировав ситуацию, мы понимаем, что незащищенные слои населения, к которым мы относим льготные категории, наших уважаемых пенсионеров, бесспорно имеют льготы по федеральному областному законодательству или по стандарту предоставления ЖКУ. И еще о сборах платежей. Мы сказали более 90%, но, тем не менее, это не 100%, а 10% от такой большой суммы, как вот фонд капитального ремонта поступает. Это тоже большие деньги. Где мы не добираем? И скажется ли это, может ли это сказаться на качестве и объемах производимых работ по капитальному ремонту? Ну, вы знаете, вот да, перед фондом мы сейчас ставим две задачи. Первое, это повышение качества проведения капитального ремонта. С этой целью у нас создан технический совет, как таковой. Соответственно, у нас сейчас идет предотбор полуподрядчиков, а потом, соответственно, где уже учитывается квалификация работ по капитальному ремонту, где уже подразумевается, что не должно быть расторжения контрактов по капитальному ремонту, должно быть членство в саморегулируемой организации, что повышает степень ответственности данной компании. Второе, это, конечно, повышение, опять-таки, работа с должниками. Здесь у нас, я могу заявить, проводится серьезная работа, почему у нас также взнос достаточно высокий является. Что мы делаем? Первое, конечно, если мы видим ситуацию, что собственники не платят больше двух-трех месяцев, это бывает, потому что, если, соответственно, управляющая компания у нас выходит из единого платежного документа, особенно в летний период, собственники по 200 рублей предпочитают заплатить позже. мы направляем предсудебные уведомительные письма. На самом деле это работает. Далее, на сегодняшний момент у нас более 2,5 тысяч исков подано в арбитражные суды. И на стадии, соответственно, данной работы, до вынесения уже, до доведения, до пристава, жители оплачивают данные вопросы взносы на капитальный ремонт своей долги. И за этот год мы подтянули собственников нежилых помещений, что дало нам плюсом в 2016 году порядка 55 миллионов рублей. Соответственно, в 2017 году мы будем надеяться, что это будет только наращивать, соответственно, наш пул. Но в основном являются стандартные неплательщики жилищно-коммунальных услуг, как таковые, которые, собственно говоря, мы знаем, что если это не газ и не электричество, все остальное мы отключить не можем. Это, конечно, такой тяжелый пул собственников, которые не имеют возможности платить как за жилищно-коммунальный, или не хотят платить. Ну, это такая, это более общая, наверное, проблема. Ну, это общая проблема, но она вот как раз-таки вот входит в тоже такое достаточно вот серьезное. Там, конечно, мы понимаем, что там будет рассматриваться в совокупности работа. Работа ведется и с приставами, но там уже не только взносы на капитальный ремонт. Спасибо, Леонор Викторович. В гостях у особого мнения сегодня был министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Леонора Шевченко. До встречи в нашем эфире. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова